Резван, ну, понятно, что, несмотря на то, что уже более недели как произошла жуткая абсолютно трагедия землетрясения в Турции и на севере Сирии, в общем-то, эта трагедия, она не отпускает, не отпускает, по понятным причинам количество жертв растет, и это было ясно, что оно будет расти уже с первых дней землетрясения. Соболезнования родным и близким погибших, мужества им, ну, погибшим после всегощих приметых души. Но вот сейчас я хотел бы с тобой поговорить как с историком, об очень важности этого региона тогда, важности, то есть фактически это же сердце мира, сердце мировой цивилизации. Это то, откуда началось человечество, цивилизованное человечество, потому что первое государство, примерно этот регион, берем по шире Месопотамии и Восточное Средиземноморье, и этот регион не менее важен сегодня. Начнем с этого, наверное. Ну, дело, естественно, соболезнования, я присоединяюсь к твоим словам, упокоить пусть Аллах души тех, кто погиб, пусть те, кто еще под землей, есть надежда, что их спасут, чтобы они были спасены и вернулись в свои семьи, Ну, а те, кто ранены, им здоровье, и не только там, свыше 13 миллионов человек в общем пострадало, и это и Турция, еще плюс Сирия. То есть, понятно, что все весьма опасная зона, и всегда она таковой была во все века, но понятно, что там есть вопросы, определенные к застройщикам и к тем, кто проявил халатность, Но в любом случае, я так скажу, что это действительно самая большая трагедия в 21 веке и даже в 20 веке, я имею в виду относительно жертв и ареала вот этих событий. А что касается исторической составляющей, ты верно отметил, что, скажем так, древняя, древнейшая история человечества в основном связана с регионом и Месопотамии, и с теми регионами, которые выходят к Средиземному морю, где вот и произошло землетрясение, это и государство Элама, Шумера, Ассирии, Вавилона, затем там Хетское царство было, потом там в период античный римская ставка была недалеко от Антиохии, тоже, кстати, в то время она пострадала от землетрясений. То есть это тот самый нервный узел, где как бы решается судьба многих регионов на многие века вперед, и именно обратим внимание, что за эти регионы постоянно шли войны. К примеру, мы не будем даже идти в античный период, более близкий к нам в Средние века, основной причиной крестовых походов и ответных походов тюрков, сельджуков, продвижений в эти регионы, конечно же, был контроль, потому что здесь именно вот та зона, это и Кахраман-Мараш, это, значит, и Хатай, и приграничные территории Сирии, это принципиально важные дороги, которые ведут в Алеппо, в Дамаск, и что самое главное, это принципиально важные средиземноморские порты в Восточном Средиземноморье, есть такой термин, Восточное Средиземноморье является ключевым для контроля и в Малой Азии, и на Ближнем Востоке. И более того, как бы отталкиваясь от исторической призмы, я скажу, что и в новых проектах, в том числе в проекте среднего, срединного пути, и в туранских проектах, особую роль играет эта, скажем так, конечная точка, она считается конечная точка туранского проекта, и в средние века мы знаем, какую стратегическую роль играл город Алеппо, или Халап, как мы его называем, территория Кахраман-Мараша, и вся прибрежная полоса для большого туранского проекта, не тюркского, а именно туранского проекта, ибо одним концом он упирался именно в Восточное Средиземноморье. Более того, здесь пострадали, я просто так для информации скажу, что один из самых мощных портов Восточного Средиземноморья, это был Искендерун, который, опять-таки, странно, он горел после землетрясения, несколько дней полностью исчез, фактически выгорел, разрушен, и Искендерун предполагался, что это одна из основных точек того самого Средиземного коридора, который идет от Китая, проходит через Центральную Азию, Каспий, Азербайджан, Грузия, возможно, Армения, опять-таки, мы это не знаем, с выходом на Турцию, и развилка южная, она доходила до порта Искендерун. До этого, давай вспомним, несколько лет назад, рядом же, южнее, был один из самых мощных портов, это Бейрут, и что с ним стало, мы тоже помним, какой взрыв там был. В результате и сам порт, и часть города вообще снесена, стерта с лица земли. То есть, тут напрашивается такое мнение, что Восточное Средиземноморье является точкой столкновения больших интересов. Здесь, как мы отметили, и порты, здесь и разгрузка грузов, и он может играть определенную конкуренцию для того Суэцкого канала, через который проходит огромная часть, скажем так, мирового транзита грузов. Приблизительно, обрати внимание, это, то есть, если значительная часть грузов пойдет по суше, по Средиземному и другим коридорам, то это разгрузит Суэцкий канал. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, видать, это потеря прибыли, и не только экономической, но и политического контроля. Мы знаем, что экономика, это в том числе и политика, большая политика, и складывается ощущение, что создавшаяся ситуация, она как бы создает новые вызовы для Туранского проекта, для Срединного коридора. Мы видим, какие страны или какие эксперты радуются этой трагедии и так далее. Но не будем в это углубляться, потому что мы не будем рассматривать то, что за рамках гуманизма оно налицо. Я к чему веду. Ключевая роль этого региона и историческая миссия этого региона, она заключается в том, что здесь всегда начинались глобальные проекты. Отсюда как волной потом расходилась. Та вот энергия, которая исходила из этого региона, она во все направления шла волной. И не секрет, что практически большинство всех пророков, пророческих миссий и всех основных сакральных точек связано с этим и соседними регионами. Это и Междуречие, это мы можем и южнее взять, территорию нынешней Палестины, Сирии, естественно, территорию Пурции. Это один большой регион. Один большой регион, но сердцем этого, точкой столкновения, является именно тот регион, о котором мы говорим. Он как бы связывал все эти регионы и связывает их. И обратите внимание, что военные действия в основном более 10 лет идут именно на этой точке. То есть это граница Турции и Сирии. Это узкая полоса, длинная, которая идет до Ирака. Затем поднимается наверх, то есть между Ираном и Турцией. Это иракский Курдистан, Эрбиль. То есть вот этот полумесяц, он последние 10 лет безостановочно, беспрестанно является полем боевых действий. Здесь постоянно трагедия, людская трагедия. И значит мы находимся, я это неоднократно говорил, наверное, в последние 12 лет точно, особенно после начала проекта «Арабские весны» 2011-2012 год. Я постоянно выступаю, что начался новый цикл, а все эти циклы начинаются именно с территории Ближнего Востока, на Гриба. То есть традиционно там, где они всегда тысячелетиями начинались и заканчивали, там же они будут в новый цикл входить. Что мы из этого, то есть историческая траспектива, что мы из этого можем, выводы какие сделать? Я считаю, что ошибаются те, кто считает, что внутриполитические проблемы внутри Турции, возможно, они неизбежны, какая-то часть политических проблем будет, что они ослабят значительно Турцию, что это приведет к тому, что Турция свернет часть своих проектов, как говорили некоторые злопыхатели в течение последних лет, Турция перегреется, Турция перегрелась. Имелось в виду, что широкое распространение турецких проектов и влияние от Северной Африки, уже и до Центральной, кстати, Африки, от Ближнего Востока до Южного Кавказа, от Балкан до Средиземноморья приведет к тому, что Турция не сможет справляться со всеми этими вызовами и проектами и вынуждена будет селекционировать, то есть выбирать то, что приоритетно, и где-то уступать от того, что не так приоритетно. Но именно та точка, где произошли землетрясения, это и турецкая территория, и территория Сирии, в том числе частично подконтрольная турецкой стороне, или силам, которые близки к Турции, это является принципиально важной точкой. Я не считаю, что Турция здесь пойдет на какие-то уступки, это однозначно, потому что большая новая проектность Турции в основном зависит от того, как будет здесь развиваться ситуация. Именно из этого региона в течение многих веков контролировалось, как я сказал, Восточное Средиземноморье и такие страны, такие территории, как Египет, а также наверху Греция. То есть вот этот полумесяц Восточного Средиземноморья и все древние государства, которые там находились, они были в одной связке с теми территориями, где сейчас произошло землетрясение, с теми транспортными путями, которые, как я сказал, в виде полумесяца соединяли сухопутно и по морям вот этот огромный ареал. Значит, контроль над этим ареалом является принципиальным, и какие-то уступки здесь могут привести к еще более нежелательным, серьезным последствиям для Турции. Вот сейчас очень много ты пластов поднял. Если мы возьмем, скажем так, даже не сакральность, а вот историю региона очень интересна. Очень интересна, во-первых, история Кахрамана Мараша, который совсем недавно был еще Марашем просто. Именем султана Гейдар Мирза поднял эту тему, буквально во втором дне землетрясения мы общались после землетрясения. Имам Молочник, и вот эта история с тем, кто выстрелил первым, и фактически кто первым начал войну за независимость с Турцией. Тут же Искандарум, который был спорным между Сирией и Турцией, которую в отличие от Масула Турции удалось вернуть. Вот все эти очень, скажем так, болевые точки, во-вторых, очень важные сакральные точки, насколько они сейчас трансформируются? Потому что то, что я смотрю на ситуацию в политической пустости, то, что я смотрю на ситуацию, ну, скажу так, Турция, что же Турция перегреется? Что значит проекты различные и так далее? Эти проекты, они как были, так и останутся. Ну, давай, прямо скажем, давай возьмем наш регион. Асербайджан достаточно субъектен, чтобы ему ресурсы от Турции не нужно, он сюда может дать. Что может измениться в этом? Очень хороший вопрос. То есть о чем наши субъективности? Когда говорится, что имеется в виду? Это те самые экспертные круги ГЕЛа, которые все эти годы надеются, что придет помощь то от Ирана, то от Индии, то от Франции, то, я не знаю, от марсиан. То есть это определенная прослойка политических интересов, которые надеются, что удастся сохранить старый, не то что миропорядок, а старый уклад, который сформировался по итогу Второй мировой войны. Ну, не может быть того, чтобы где-то старый уклад меняли быстрыми темпами. Я имею в виду это европейский регион, я имею в виду это украино-российская война, вторжение России в Украину, тоже один из элементов, скажем так, нового мироустройства, нового миропорядка. А в других регионах те же самые силы пытались заморозить, потому что то, что они начали в вышеуказанных нових регионах, начиная от Северной Африки до Балкан и Южной Европы, Восточной Европы, вторжение России в Украину и так далее, эти процессы эхом ударяют по регионам Ближнего Востока, по нашему региону. Если кто-то надеется, что он сможет вот этот лавинообразный процесс контролировать, он просто под ним останется. Турция, как ты верно отметил, еще в период Мустафы Кемаля Ататурка принципиально добилась того, чтобы регион Хатай и порт Искандерун, они остались за Турецкой республикой, потому что, как мы с тобой отметили, во многом сакральное для иосманского государства, и для Турции сакральную роль играет эта география. Здесь уступок не будет. Что касается Азербайджана, действительно, Азербайджан является самодостаточным и субъектом государства, и по ресурсам, и по транзитам, и по тому, как мы сейчас развиваем с определенными странами Восточной Европы, энерготранзит, газовый транзит, как у нас монолитное отношение в этом контексте и в других контекстах с Грузией, но тут сразу возникает, часто меня это спрашивают, ну, если так все хорошо, если Азербайджан имеет, в том числе, по территории Грузии устойчивый выход на Турцию, и мы партнеры Турция, Грузия, Азербайджан, в чем цель того, чтобы Азербайджан и партнеры так вкладываются в проект Зангизура? Часто возникает этот вопрос, что, мол, к чему вам это? Ведь для вас, для вашей субъектности, мол, вполне достаточно тех преференций, которые вы получили после 2020 года войны и после вторжения России в Украину. Тоже есть определенные экономические преференции на фоне санкций, на фоне того, что Европа нуждается в дополнительных газовых ресурсах и так далее. Мол, для вас это вот так выше крыши хватит, чего же вы еще хотите? Зачем вы смущаете регион? Дело в том, что Азербайджан и партнеры, в том числе Грузия, Турция, Израиль, Великобритания понимают, что есть вызовы, которые рано или поздно придется решать. Если сегодня эти вызовы не решить, то мы потеряем и те преференции, которые сегодня у нас есть. То есть, если кто-то думает, что мы планируем на 5-10 лет вперед, глубоко ошибаются. Для того, чтобы устойчивый был регион в нашем мире, я у тебя в эфире это говорил, нужно вовлечь Армению во все интеграционные процессы. Это однозначно. Это понимает и Турция, это понимает и Азербайджан, это понимают наши партнеры. Вырвать Армению нужно из этого порочного круга, где этот народ, его идеологию эксплуатируют определенные страны. И чудесным образом Армения любит эти страны, которые являются первопричиной большинства конфликтов и трагедии армянского народа. Это вообще чудо какое-то, как можно это сделать, как это получается. Нам, наверное, есть чему учиться. И у той же Франции, и у той же России, и у целого ряда стран, которые и являются застрельщиками еще с 35. Обратим внимание, каждый год в Армении, в диаспоре очень помпезно отмечалось 13 февраля начало первых акций протестов Хан Кенди в Карабахе. То есть, то, с чего начали МИАЦУМ. То есть, процесс МИАЦУМа начался 13-20 февраля, когда облсовет принят. Ни в этом году ни одна серьезная государственная структура, ни одна такая значимая диаспоральная организация вообще не вспомнили про эту татуру. Вообще про нее не вспомнили. Это говорит о том, что мы с тобой обсуждали цикличность, если помнишь, что там, где это началось, в 1988 году на этой площади Хан Кенди, все, что потом пошло волнами по нашему региону, превратилось в этот огромный конфликт. Там же оно завершится, я так предполагаю, в следующем году, когда исполнится 36 лет всему, что началось в феврале 1988 года. Это длинная тема, не будем углубляться, но это напрямую связано. События распада СССР, события 80-х годов напрямую отразились на судьбах всех наших народов, нашего народа, вашего народа, всего нашего региона, затем оккупации грузинских земель. Все это началось, вот этот пупок этого развязался с того, что тогдашнее руководство Азербайджана не оценило те угрозы, которые исходили от группы небольших людей на площади в центре Хан Кенди. И вот это недооценка ситуации и надежда упования на то, что центр, то есть Кремль будет решать, привело к той огромной трагедии, в которую затем, как сказал, был вовлечен и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и еще ряд стран постсоветского региона. В этот раз дело у Азербайджана, у Грузии, у нас у всех нет права опять проморгать вот что-то нечто подобное, чтобы потом, спустя несколько лет, мы с сожалением говорили о том, что нас опять какие-то страны, внешние силы втянули в омут новых конфликтов. Чтобы этих конфликтов не было, однозначно Азербайджан и партнеры добьются того, чтобы Армения подписала мирный договор и начала интегрироваться в мирные проекты, которые послужат на пользу этого народа. Для этого, если препятствуем, для этого хотят использовать фактор карабахских армян, фактор Рубена Варданяна, фактор РМК, то те, кто на это ставят, они останутся у разбитого корыта. Буквально вчера, позавчера была очень напряженная ситуация в зоне временной миссии РМК. Мы знаем, что жесткость, жесткая позиция Азербайджана и азербайджанских военных доказала внешним игрокам, в том числе и в Кремле, что Азербайджан ни на йоту не уступит. Ни на йоту, потому что именно здесь в этих деталях кроется, как говорится, весь черт, как говорится, кроется в деталях весь Сатана. Если мы начнем уступать на дороге Лачин, Лачинский коридор, то это обернется новым циклом трагедии и такие проходимцы, как Рубен Варданян, которые уже бельевом отсеки грузовиков покидают, то есть его реноме уничтожено. Я вижу, многие волнуются, что Рубен Варданян вернулся, но какой из него руководитель, если он под грязным бельем выезжает и козьим метрополем возвращается, допустим, он убивает тех, кто его посылает, убили его реноме, его статусность, как якобы руководителя. Более того, об этом я не только говорил, Баку предупреждал, если Рубен Варданян вернется, то это придаст новый импульс тем шагам, которые Азербайджан мог бы и не предпринять. Никто, ничего, никакая ситуация, ни землетрясение в Турции, ни погодные условия где-то не изменят вот эту константу ни в Кремле, ни в Париже, я не знаю, ни в Тегеране, никто не сможет силовым, дипломатическим, провокационным методом изменить позицию Азербайджана по некоторым базовым вопросам. И за эти базовые вопросы Азербайджан будет использовать весь свой ресурс экономический, дипломатический и военно-политический. Резон, давай мы с тобой, просто чтобы нашим зрителям было понятно, я вообще за то, чтобы зрители, все, кто нас слушает, неважно откуда, из Баку, из Тбилиси, из Еревана, из Киева, кто-то слушает, у нас есть зрители из, кстати, из Турции, есть зрители из Соединенных Штатов, есть зрители, то есть на берегатах, которые, ну, понятно, что это выходцы из региона, скорее всего, потому что вряд ли какой-нибудь фермер из Алабамы будет смотреть наши передачи. Но, чтобы было понятно, мы давай просто обозначим точку, точку отсчета, то есть, даже не отсчет, а конечную точку, которая предварительна, которая должна быть, я думаю, согласитесь, это мирный договор заключение мирного договора. И вот я сейчас скажу тезис, который может мне интересно с тобой обсудить. Первое, я думаю, что Армения не будет заключать мирный договор до выборов в Турцию. Как ты думаешь? да сколько это и почему так? Если так, почему так? Скажем так, это даже не столько воля Армении, потому что ее субъектность всегда вопрос обсуждения, политическая субъектность. Сколько это воля тех внешних игроков, о которых мы говорили и во Франции, и в России, и в Иране, которые надеются, что после выборов изменится внутриполитическая ситуация, тем более сейчас идут разговоры, что выборы могут быть отложены на полгода, а даже на год. То есть кто в этом приобретает, кто в этом теряет. Давай обсудим. Надежда этих сил на то, что Эрдоган пойдет на выборы в мае и провалится, потому что именно сейчас когда работы под завалами, спасение людей завершится и масштаб этой трагедии в том числе станут предметом спекуляции, к сожалению, внутри политических пространств Турции. Но это будет идти подрастающий, все как снежный ком. Сейчас как бы это основа закладывается, а где-то весной начнется нешуточная борьба с использованием элементов. Кстати, Эрдоган тоже, когда в 99 году приходил к власти, на фоне страшного землетрясения, на фоне экономического кризиса. Поэтому вариант Б, если Эрдоган откладывает, и правящая партия откладывает выборы на конец года, а возможно даже на начало следующего года, то что здесь выигрывает Армения и ее партнеры? Что здесь выигрывает? Значит, как минимум, в связи с чрезвычайным положением объявленной Турции, нынешняя власть остается на месте и она еще более консолидируется, учитывая чрезвычайное положение. Мы знаем, что это такое. После того, как будет решен вопрос первой, самые проблемные моменты после землетрясения, пройдет первый шок, Турция вновь обратит свои взоры к внешней политике и никоим случаем, кстати, это неоднократно в течение последних дней высокопоставленное турецкое руководство проговаривало и дипломаты, и военные, что никоим образом это не отразится на Азербайджанно-Турецком союзе и тех совместных проектов в нашем регионе, которые мы начали. Армения, в итоге, я тебе уверяю, вот прямо сейчас говорю, просто потеряет год. Армянские интересы просто используют внешние игроки ради своих интересов. Вот этот ресурс, который сейчас появился у армянской стороны, на более выгодных даже условиях начать подготовку к подписанию мирного договора с Азербайджаном, Армения потеряет этот ресурс, пройдет год, и уже когда вот это время пройдет год, совершенно опять-таки иные условия будут, и как всегда Левонтер Петросян говорит, и опять Армения потеряет. Почему? Она не может себе вернуть субъектность. То есть Армения, к сожалению, официальный Ереван исходит не из интересов своей страны и народа, а из того, как бы ублажить и сыграть на пользу внешним игрокам в данном контексте. Это Россия, Франция, Иран и те, кто стоят за ними. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, хорошо, давай разводим другой вариант. Допустим, выборы провели, и допустим, даже, ну, вот сейчас это самое, Океш Эльмас-Углу, говорят, стал новым героем, допустим, выдвинула оппозицию Океша Эльмас-Углу, хотя, если честно, я зашел через Google Map Бердин, да, очень здорово, и молодец парень, что он там следил очень за этим, за всем, но там в основном двухэтажное, одноэтажное здание, а они, как мы знаем, не очень подвешены землетрясениям, то есть, они больше выдерживают. Еще раз говорю, я ни в коем случае не умоляю за слуг этого парня, я знаю, что такое быть мэром, быть мэром, а тем более, быть мэром в таком небольшом городке, где тебя... Ты точно знаешь дело, да. И ты все знаешь, понимаешь, и когда к тебе обращаются, к тебе обращаются обязательно, если не твой непосредственно знакомый, то через знакомого, да, или твоих родственников знакомых, и так далее, то есть, это очень... И я еще раз говорю, я очень сильно поддерживаю и борьбу за молодых политиков, мне всегда приятно видеть молодых политиков, но в данном случае, ну и что? И на что это может повлиять? Как это может повлиять на Баку? еще раз говорю, возьмем крайний случай, могут ли выборы в Турции или что-либо, любое другое политическое действие в Турции повлиять на то, что Азербайджан в какой-то момент в Баку скажет, окей, ребята, окей, мы отказываемся от Карабаха. Азербайджан помнишь самые сложные моменты нашей региональной истории для Азербайджана на фоне потерь Первой Карабахской войны, на фоне того, что прежнее руководство Турции шло на открытие границ Армении, футбольная дипломатия, мы помним, Хилл и Реглининс. Это уже позднее было, но самое сложное... Я постепенно иду, то есть на фоне всех этих событий понарастающих, когда Азербайджан, казалось бы, не имел и части тех рычагов влияния и на Турцию, и на больших игроков, Азербайджану удалось добиться того, чтобы не произошли внутри Турции и во внешнеполитической игре вокруг Турции и относительно нашего региона события, которые нанесли бы вред интересам Азербайджана и Турции на 50-100 лет вперед. Тогдашнее руководство, мы помним, и тогда еще Эрдоган был премьер-министром, Гюль был президентом, и президент был все-таки фигурой выше, чем премьер, и давление США было, и роль США была намного больше, и все равно нам удалось отстоять, объяснить, то, что без решения полного Карабахского конфликта ничего в наших отношениях в этом регионе не изменится. Ну, а представь сейчас, гипотетически, кто-то пришел к власти Турции, молодой, мать такой, парень, но есть реалии многовекового формирования внутриполитического поля Турции. Извини, я вообще не понимаю, почему тот же, я не знаю этого парня, но почему тот же Акеш Эль-Масов, к слову говорю, к примеру, да, почему он должен выступать против отношений хороших с Азербайджаном, и развития этих отношений, и развития экономики, и так далее. Я скажу больше дела. Значит, тут в чем возвращается преференция. Вышеназванные мною государства, в том числе частично США, Франция, Россия, Иран, надеются, что если придет новый лидер в Турции, с ним будут идти сложные переговоры, и он в чем-то будет уступать, и если до этого Армения с Азербайджаном подпишут какие-то договора, то вот этот сегмент, элемент торговли будет упущен. То есть здесь смотрят на Армению, как я сказал, на какой-то объект, в том числе, который лежит в копилке в кармане, как еще один вопрос торга с Турцией и с Азербайджаном. Только в этом контексте. Только лишь в этом контексте. А с Турцией, извини, а с Турцией какой смысл торговаться в Армении и с Турцией. Идея такая, а вдруг Турция где-то на Ближнем Востоке, чтобы удержать какие-то свои преференции гипотетические, в том числе в регионе Сирии и так далее, будет готова временно закрыть глаза на кейс Армении и Азербайджан. Гипотетически так некоторые центры. Потому что для Турции более важно будет некий вопрос или в Сирии, ну понимаешь, о чем я говорю, или Средиземноморье. И Турция скажет, новые власти Турции скажут, окей, это на этом этапе для нас приоритетнее, а фактор поддержки Азербайджана в этом вопросе тоже приоритетен, но на втором этапе. Вот надежда тех игроков, что в этот момент у них должен быть в кармане пакет, внутри которого в том числе армянской теме, нерешенную. Резван, но это может быть надежда для пропаганды, но тех, кто просто элементарно знает новейшую историю, новейшую историю это то, которую мы с тобой видели и пережили это самое. Эрдоган хотел открыть границы с Арменией, Эрдоган хотел наладить отношения с Арменией вне зависимости от Карабахского конкурса. Была такая года. Называлась она футбольная дипломатия. Были подписаны протоколы. Что произошло потом? Давай откровенно скажем. Произошло то, что включилось мощнейшее азербайджанское лобби в Турции. Причем как бизнес, так и политическое, медийное и тому подобное. Сегодня азербайджанское лобби в Турции гораздо сильнее, чем было даже в те годы. 2011 год это был, 10, 11, 12 годы. Ребята, началось 10, 11, чем тогда. Так что, ну, опять-таки, ты понимаешь, в чем дело? Я не верю в то, что я это помню и знаю, а кто-то этого не знает. Вот в это я не верю. Не знают, дело люди не знают, мечтателей много же. Мы сейчас с тобой обсуждаем выкладки людей, которые вообще не разбираются в ситуации, вынуждены разбирать. Теперь следующий вопрос. Следующий вопрос это вот я уже чуть-чуть с твоего разрешения, хотя мы обещаем нашим зрителям, что мы разберем этот кейс отдельно уже, когда будет дата. Но я уже чуть-чуть все-таки его затронул. Кейс Туркманчайского договора, почему? Потому что ведь что произошло тогда? Ну, 1724 год, если мы возьмем. 1800? С Петровских времен? Да. И если мы возьмем Константинопольский договор еще. Да. То есть один игрок из трех начинает выпадать. Что делают два остальных игрока? Договариваются за счет его интереса. За счет его интереса. Сегодня ситуация следующая. Один игрок, у которого была монопольная на Южном Кавказе, потому что на нашем Южном Кавказе, скажу так, потому что, извините меня, та же территория Турции, та же территория Южного Азербайджана это тоже Южно-Кавказ. Фактически. На нашем Южном Кавказе, потому что мало кавказских ребят, извините, а что не Кавказ? он выпадает. Вот пока он полностью не выпал, возможно ли решить те проблемы, которые он уже рисовал? Я имею в виду очень прекрасно. Ты начал именно со Стамбульского Стамбул антлашмасы идет или же Константинопольский договор. Тогда еще Осваны называли его Константинополем. Я в турецких архивах работал, ты представляешь, мне посчастливилось в Османском архиве оригинал этого договора получить и в моей монографии я ссылаюсь на него и в фильме снятом он, в турецкой версии идет Стамбул антлашмасы, то есть Стамбульский протокол договора. Антлашма это меморандум, то есть меморандум. В чем суть? Там четко объяскино, что основной предмет раздела территории Беглярбекства Азербайджан. В оригинале я читал, в русской версии кстати тоже Азербайджан идет, как знак Мерседеса разодрали территорию Азербайджана, Беглярбекства я имею ввиду, не и центром точки, где три империи договорились, хотя за счет империи иранской, мы знаем, на тот момент все виды просели, нашествие проседает, да. Проседает, и я сейчас скажу, будешь смеяться, значит, договорились османы с русскими за счет Ирана, значит, как, река, слияние реки Куры и Араза, это нынешний город Ширван, еще ниже город Сальяны, вот там проходила точка Мерседеса, где, значит, что получилось, прикаспийская сторона доставалась России, это значит Дербент, Бакуэнзели, Капарта, Карабах, Шимаха, Ширван, доставался Усманам, а то, что ниже в этом треугольнике территории южного нынешнего Азербайджана, я имею в виду нашего Азербайджана, и далее южный Азербайджан, Тебрис, они оставали у иранской стороны, но понятно было, что это конструкция нечеткая, что должен быть буфер, что между большими империями обязательно должны быть какие-то буферные зоны. Естественно, затем пришел Надершах, который смелк, черт вы матери, все эти договоренности, стоял под Ростовом, стоял под Мусулом, стоял и взял Индию, Дели, то есть, ну, к сожалению, к счастью, я не знаю, его проект не удался, и тогда опять наш регион превратился в фронтир, то есть, вот этот период азербайджанских хамств, и грузинского царства, грузинских царств, это как бы вот по умолчанию договорняк между османами и русскими, и появление каджаров опять обострило игру, то есть, легитимация, попытка каджаров легитимировать, я надеюсь, наши зрители... мы уже заходим в тему, которую мы должны обсуждать дальше, потому что... я к чему сейчас... Вот этот период от Стамбульского договора и до вторжения каджаров в наш регион, это период очень интересный, во многом он схож. Так я про то и говорю, я про то и говорю, вот, многим, кстати, ну, многие считают это неправильно, многим не нравится, что я постоянно пытаюсь проводить какие-то... Мы с тобой пытаемся проводить исторические аналогии. Это не значит, это не значит, что все должно закончиться так, как закончилось тогда. Конечно, вовсе не значит. Это не значит, что все будет точно так же, как тогда было. Просто, еще раз вспоминаю, у Шпенглера с его закатом Европы, аналогия это единственный метод сомнения живой материи. Да, как работает наш мозг. Да, а аналогия по этой... Отличие, кстати, нейросети от традиционного системы, те работают по алгоритму, а этот по аналогии. Вот сейчас не будем переходить от темы. Слушай, вообще-то мне интересно было у тебя спросить, ну что, боишься, лишит нас нейросеть? Вот этот GPT-чат работы. Дело, после пандемии нас ничего не испугаешь. За любой нейросетью стоит конкретная группировка людей, которые управляют ею. Да, и потом, знаешь, что если они создали нейросети, это же технология, значит и другие создали нейросети, тоже можно будет напичкать ее уже своим. То, что туда будут пичкать гадости, я в этом абсолютно уверен. Дело, я знаю, что вспомнил просто из контекста. В Фейсбуке появилось целый ряд фотографий после землетрясения в Турции. Наверное, ты видел, допустим, греческий спасатель в руках обнимает и держит турецкого малыша. И никто почти что не обратил внимания, что и малыш, и спасатель шестипалы, шесть пальцев, потому что эта нейросеть создала эту фотографию. Нейросеть посчитала, что совершенство в ее понимании человеческое это шестипалость. И все слезы, наверное, ты видел, все вот эти лайки, слезы, а это создало нейросеть. Я не обратил внимания шестипалость. Я вообще этого не видел. Я знаю другое, что это очень важный момент. Я не мог себе представить, чтобы при каких обстоятельствах на греческом государственном телевидении будут эти песни «Я люблю тебя, Турция». Это было. Ну, греки умный народ. Я почему-то понимаю, что они не хотят выполнить ту роль негативную, которую Армения в нашем регионе. Армению здесь, я извиняюсь, отдали нам фактически на съедение. Это я имею в виду и 2020 год, война, и все события, которые до этого шли. Греции определенные те же страны, те же силы, что для Армении, так и для Греции, готовили ту же роль, но в этот раз Грецию против Турции. Греки более мудрые, и они очень хорошо поняли, что вот эта трагедия должна позволить закрыть негативные моменты и сблизить два народа. и тем не менее возвращаемся к России. Возвращаемся к России до тех пор, пока российский фактор будет играть роль, давление. Потому что я тебе честно скажу, я в последнее время вижу определенные реверансы со стороны Баку в сторону Москвы. Может быть, что-то знают. Может быть, решают, что можно сейчас использовать Москву, потому что она слаба. Или наоборот, потому что она усилится. Для меня это еще загадка, которую я не могу, честно говоря, разрешить. Вот эти реверансы, они с чем связаны? И вообще, насколько связана роль и функция Москвы сегодня? Окей, хороший вопрос делал. Трактовка реверансы это твоя, согласись. Я, сидя здесь в Баку, я бы это прочел не как реверансы, а как прагматичное проведение политики и получение того, Это одно и то же. Это одно и то же. Тут цель какая. Тут цель какая. Вот мы только что с тобой исторические аналогии проводили. В том цикле слабым элементом был Иран. Я имею в виду 200 лет назад, когда османы, Великобритания, Франция и Россия сцепились в нашем регионе, затем из этой игры выдавили Францию Наполеоновскую, она проиграла в пух и в прах, и поэтому именно Гюлистанский мирный договор подписан после поражения Наполеона в России, а второй, несмотря на это, Франция продолжала вкладываться в Каджаров, довольно успешно, но проиграли, что теперь тут делать. Османы тоже проиграли на тот период, и фактически туркменчай это продукт договорника между Великобританией и Россией. Сейчас, то есть за счет интересов Ирана, поверженной Франции и Османской Турции, которая в 1829 году тоже проиграла очередную войну с царской Россией, и поэтому как бы и вопрос Крыма, грузинских территорий и взглядов на Южный Кавказ у Османов формировался по-иному, и это было вплоть углубляясь до распада царской России. Значит, сейчас, что поменялось в этой Константе, то есть, опять-таки, три силы, с севера одна сила, с юга другая, с запада третья, мы с тобой это обсуждали, нет разницы, мы Турцию называем, или до этого Византию, мы называем Иран, или до этого Сифивидов или Сассанидов, мы называем Россию или Татаро-Монголов, или Хазарский Коконат, то есть, три силы, которые как бы сдавливают наш регион, сейчас слабым элементом фактически получается, что, но это долгий процесс, является Россия. Точно так, как импульсивно, постепенно слабел Иран, иногда делал броски, вот как каджары, они сплотились и сделали бросок на Южный Кавказ, последний бросок, уже все. Потом Аббас Мерза пытался как-то спастись, но в течение долгого периода, 25-30 лет, мы видели попытки каджаров закрепиться вновь, но все, кто понимали, они знали, что это проигрывающая сторона, усиливается Россия. Сейчас этот процесс долгий, я еще раз повторяю, это не значит, что буквально через год, через полгода, там, скажем, Россия уступит в этом регионе. А может быть, значит, никто не знает, может быть, и, значит, может быть, так же, как это называется, может быть, все решили, никто не знает, это может быть, Российской войны, я уже постоянно это с тобой повторяю, результаты войны в Украине напрямую будут влиять на то, что будет происходить здесь, а результаты войны скоро проявятся, если сейчас, уже мы ушли в украинский кейс, будет лобовое широкомасштабное столкновение, конечно, мы не хотим этого, но подготовку видим, февраль, март месяц проявит, где кто оказались, я имею ввиду Украина, Россия, после этого будет понятно, куда мы двигаемся в нашем, и не только в нашем регионе, поэтому мы сейчас с тобой не можем обсуждать то, итогов, чего еще не видели. Да, весна покажет, кто кому Рабинович. запомню, спасибо. Это точно, но так или иначе, во-первых, Россия все еще играет роль, и во-вторых, есть определенные, сейчас что можно получить от России, реально, на выходе? Сейчас Азербайджану нужно одно, с каким-то, мы можем позволить, чтобы этот, уже незначительная фигура Рубен Варданян, а точнее, те люди из Кремля, которые его прислали, чтобы они спасли свое лицо. И вот эти напряженные переговоры вчера, позавчера, звонки на высоком и высшем уровне, они показали, что в какой-то договоренности мы пришли, мы дадим, наверное, возможность вот этим кремлевским башням спасти свое лицо. Но, поэтому нужно быть комплементарными, чтобы интересы всех сторон были учтены, а самое главное, чтобы не было больше попыток переиграть, попытаться использовать карабахскую карту в так называемом переговорном кейсе между Ереваном и Баку. Этого элемента мы не допустим, и я почему-то считаю, что вчера, позавчера мы пришли с российской стороной к консенсусу, но это не значит, что впереди опять не будет попыток. Попытки будут, но на данном этапе с сентября месяца вот то обострение с прошлого года и вброс карту Рубен-Варданян, бои на границе, попытка иранского вмешательства, я считаю, что сейчас мы находимся на конце этого цикла, начатый в сентябре и в конце августа, когда Путин проговорил очень странные вещи, вот это проговоренное в конце августа, в сентябре, должно завершиться сейчас, в феврале, в марте. То есть на этом будет поставлена какая-то промежуточная точка и мы заходим в коридор переговоров при поддержке Москвы, Брюсселя, на территории Грузии, если это будет вообще идеально, хотя я не верю, чтобы Россия этому способствовала, она не будет этому способствовать, в любом случае мы заходим в период, когда, я надеюсь, больше будет говорить дипломатия. Иначе, опять-таки, февраль-март может обернуться очередными потерями для тех, кто сидит в Ханки-Анди и тех, кто сидит там временно в том числе. Рисуан, вот как мне видится, я опять-таки говорю, я же сейчас не сижу ни в администрации президента ни Азербайджана, ни России, чтобы знать это. Но, как мне видится, сегодня предмет договоренности мог быть только один. Мне как. Не Варданян, конечно же. Я думаю, это контроль над Лачинским коридором. Но при этом, я думаю, что, еще раз говорю, меня там не было. Вы же мне верите, что меня там не было во время этих переговоров. Естественно. Но я думаю, что со стороны России будет, наверняка, условием, чтобы их машины не досматривались, машины военных. А со стороны Азербайджана будет условием, что другие машины, пожалуйста, мы будем досматривать. ЭКО-акция продолжается. ЭКО-акция будет логическим завершением ЭКО-акции. Причем, если в Ереване уже сказали, что, ребята, вот по этому поводу пускай договариваются Россия и Азербайджан, потому что они приняли свои обязательства. Правильно? Еще раз говорю, это, скажем так, моя версия. Насколько эта версия рабочая? Попал, наверное, в десяточку. Тема Лачинского коридора и КПП, она является серьезной и виновата в этом, что она стала так серьезной. Те товарищи из Кремля, которые с сентября начали какую-то странную игру. Если бы они не начали эту игру в сентябре и в августе, не убедили бы высшее руководство России, что вот есть коридор возможностей надавить на Азербайджан здесь. Не было бы того, чего мы сегодня имеем. Я думаю, сделали выводы, перепробовали все невозможные варианты, это всегда так. И в конце концов пришли к тому, что итог такой, быть контролем Азербайджана над лачином коридором, быть. Если об этом мы могли бы говорить к 2025 году, то вот эти все телодвижения с российской стороны и кейс Рубен Варданян привел к ускорению этих процессов на полтора года. С этим уже надо жить всем игрокам, что да, ошибку совершили, но чтобы выйти из этой ошибки, как ты верно сказал, есть пространство для обсуждения и маневров. Там в том числе РНК автомобили, допустим, будут очень сильно проверяться или не будут. Ты знаешь, наверное, что мы просто закрыли дорогу вчера, позавчера, и какие-то попытки со стороны РНК продемонстрировать силу, мощь свою, провалились полностью. Психологическое иное давление, ничего не получится, только за переговорным столом. Хотите, чтобы в Лачине было все нормально на дороге? Учитывайте новые реалии. Вы проиграли в этом кейсе сентября и не упирайтесь по февраль-марк. Сядем переговариваться. Условия таковые. КПП неизбежно. Любой транспорт, допустим, не имеющий отношения к РНК гипотетически, любой транспорт будет проверяться. И это итог тех игрищ, которые вы сами затеяли с августа-сентября месяца, товарищи. Знаешь, что меня интересует больше всего по этому кейсу? Меня больше всего интересует вопрос была ли договоренность по армянским силам? По тем силам, которые на территории... На территории Карабаха. Была или нет? Вот за этим будем наблюдать. Потому что я думаю, что однозначно русские сказали РНК грузовики не проверяются. Однозначно Азербайджан сказал нам нужен контроль, поэтому мы будем проверять все остальное. А вот этот третий пункт интересно, как это решилось. Но мы этого не знаем. Знаешь, как мы это узнаем? Если смотри, как вот армяно-азербайджанские мирные переговоры начнутся реально, то одной из причин будет то, что те люди, которые незаконно находятся на территории Карабаха, я имею в виду с армянской стороны, разоружившись, неважно, они оружие РНК сдадут или куда сдадут, а потом РНК вывезет это оружие отдельно, как свое, эти люди должны покинуть территорию. Это, скажем так, идеальный кейс для Азербайджана. Это идеальный кейс будет проработан. Иначе тогда все условия и договоренности с РНК повиснут просто в воздухе. Это уже им самим решать, что им нужно. Это развязывает Азербайджану руки, дает дополнительные козырные карты и на одним КПП уже не отделывается. Россия сейчас не выгодно обострять, как по-твоему? Конечно, не выгодно. Зачем им оно нужно? Россия, понимаешь, как мы говорим в России, можно говорить о определенной группе во властности. Кому-то выгодно. Вот почему мы с тобой проговариваем, сравниваем Туркменчай, убийство Грибоедова, разгром российского русского посольства 1829 год и сейчас нападение на посольство Азербайджана. Потому что внутри и иранской властной элиты мы с тобой говорили, есть разные центры, одни хотят обострения ситуации, потому что пострадали их бизнес-интересы, я имею в виду КСИР, после 2020 года войны. То же самое касается Кремля, там тоже есть определенные интересы, группы, бизнес-интересы, которые пострадали после 2020 года. И наше отличие в том, что Азербайджан монолитно, одной линией, общий один интерес есть, в отличие от того, что и в Тегеране, и в Москве есть группы интересов. И вот это их все время штормит. Они не могут прийти к консенсусу, тем самым они ослабевают их ниже национальные позиции. То есть принося в жертву свои национальные интересы товарищи в Тегеране или в Москве ради каких-то своих местечковых или корпоративных интересов. Ну да ради бога. История много раз видела, что когда внутри власти общие интересы приносят в жертву корпоративным, это кончается плохо. И для корпоративных интересов дела, и для национальных интересов. Поэтому будем посмотреть. Будем посмотреть. Действительно, чертовски интересно тасуется колода карты. И ты знаешь, я сейчас поймал себя на нескромной мысли, что вот этими своими сюжетами, передачами, телеграммом, кстати, информационным спонсором данного показа является телеграмм канал Инсайда. Историка подписывайтесь обязательно на него, чтобы понимать, что происходит. Ну и на данный скромный канал тоже. Сейчас мы же фактически пишем историю, а потом уже вот этот искусственный интеллект, я думаю, он будет все это компоновать вместе и что-то выдавать. Я думаю, что уже так, по крайней мере, в источниках по истории. Следующее поколение историков не будут особо испытывать дефицит, в том числе из канала Инсайда Историка. В том числе огромное тебе спасибо за очень интересную беседу и спасибо всем нашим друзьям, которые смотрели эту передачу. Всего доброго. Благодарю, Гелл. Спасибо тебе и нашим зрителям, что они с таким удовольствием смотрят и активно комментируют. Это говорит о том, что, как говорится, мы какой-то скромный вклад, какую-то пользу приносим. Спасибо. Надеюсь. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok